Всем привет! Сейчас я покажу базовые команды терминала Linux. Чтобы открыть терминал Linux, можно использовать корячие клавиши Ctrl-Alt-T. Вот он у нас открылся. Также вкрой Linux можно сверху нажать на кнопку терминала, и у нас также откроется терминал. Сейчас я покажу базовые команды по перемещению и созданию файлов. Чтобы создать файл, мы вводим команду touch и имя нового файла. Может быть абсолютно любым, с абсолютно любым расширением. Чтобы посмотреть, какие файлы есть в текущей директории, есть команда ls. И мы видим, что у нас тут появился файл .txt. Чтобы редактировать файлы, есть команда nano, мы вводим nano и имя файла. Если файла не существует, то он будет создан. Ввели nano-file.txt и вводим абсолютно все, что нам захочется. Чтобы сохранить изменения, мы нажимаем ctrl-o. Мы можем изменить название. Но я менять не буду. Нажимаем enter. И чтобы выйти из редактора, мы нажимаем ctrl-x. Все, мы вышли. И у нас изменения сохранились. Чтобы удалить файл, команда rm и имя файла. Команда rm-file.txt удалит наш файл. Вводим ls, и мы видим, что нашего файла больше нету. Он удалился. Далее, чтобы создать папку, есть команда mkdir. И далее пробел названия папки. mkdir создает папку dir. После команды ls мы видим, что у нас появилась в текущей директории папка dir. Командой cd мы можем перемещаться между разными папками. Вводим cddir, и мы находимся в папке dir. У нас ничего нету, поэтому после ввода ls ничего не происходит. Чтобы выйти из текущей папки на уровень выше, мы вводим cd.txt. И мы видим то, что мы вернулись в нашу предыдущую директорию. У каждого пользователя в Linux есть своя домашняя директория. Она находится по пути slash, home, slash и имя пользователя. Чтобы перейти в домашнюю директорию текущего пользователя, мы вводим cd, и всё. Чтобы узнать, в какой директории мы сейчас находимся, мы вводим pvd. И мы видим, что мы находимся в директории home.alex. Чтобы удалить папку, мы вводим rm-rf. И после пробела название папки, которую мы хотим удалить. Вводим ls, и мы видим, что папка у нас удалилась. Также есть команда rm-dir для удаления папкой. Но она удаляет только пустые папки. Я вообще не знаю, для чего нужна эта команда. А сейчас я покажу, как перемещать и копировать файлы в разные директории. Я сейчас с командой touch создаю файл под названием f, просто рандомный файл. И создаю папку под названием dir. И мы видим, что у нас всё это создалось сейчас. Чтобы переместить файл в какую-нибудь папку, мы вводим mv, пробел названия файла, который мы будем перемещать. И после пробела название папки. Команда mv-fdir перемещает файл f в папку dir. И если мы перейдём в папку dir и введём команду ls, мы увидим здесь этот самый файл, который мы переместили. Я возвращаюсь на директорию выше, и сейчас я покажу, как копировать файлы. Для того, чтобы скопировать файл, мы вводим команду kp, потом название файла. Можно я могу копировать файлы прямо из папки, то есть я ввожу dir, slash и название файла. И ввожу, куда копировать. Можно ввести точку, это текущая директория. Если мы идём ls, мы видим, что файл в нашей директории появился. И далее, если я хочу посмотреть содержимое директории, но не хочу туда перемещаться, мы просто вводим ls и название директории. И мы видим, что в исходной директории файл у нас остался. Он скопировался. Чтобы посмотреть содержимое какого-нибудь файла или документа, мы вводим команду kp. Сейчас я с помощью команды nano создам файл, file.txt, и напишу туда что-нибудь. Можно писать абсолютно всё, что угодно. Сохраняю. И теперь я ввожу команду kp и название файла. Вот file.txt, мы его только что создали. Enter. И мы видим полностью содержимое данного файла. Сейчас я покажу, как устанавливать программы на линукс через пакетный менеджер ap.t. Для того, чтобы очистить терминалы, есть такая команда clear. И мы видим, что у нас терминал очистился. Далее нам понадобится root права. Для их получения мы вводим команду su. Но если вы не знаете пароль от root пользователя, вы вводите sudo, пробел su. sudo это команда для того, чтобы делать действия под root. Далее вам понадобится ввести пароль от вашего пользователя. Вы его задавали во время установки. И мы перешли на root пользователя. Далее я вам покажу, как устанавливать программы через пакетный менеджер ap.t. Мы вводим ap.t install, чтобы установить какую-либо программу. Пробел и название программы, допустим git. И мы видим, что программа уже установлена. Далее для того, чтобы полностью обновить все программы установленные, мы вводим ap.t update. Эта команда обновляет список доступных пакетов. То есть программа ap.t, она скачивает с сервера пакеты и устанавливает их. И для начала нам нужно обновить список доступных пакетов, чтобы знать, что мы в принципе можем установить. Здесь надо немного подождать. Все, список доступных пакетов обновился. Далее мы вводим ap.t upgrade. И после ввода этой команды у нас начали скачиваться пакеты. Здесь нужно ввести y. У нас запрос на подтверждение. 70 пакетов будет обновлено и 11 скачано. Вводим y. И у нас начинается загрузка всех обновлений. Загрузка прошла достаточно долго, потому что у меня все весило почти полгигабайта. И сейчас началась установка всего того, что мы скачали. Здесь тоже нужно будет немного подождать. Вообще большинство программ для линукса, они поставляются в виде .deb пакетов и пакетные менеджеры типа ap.t. Они просто их скачивают с серверов и устанавливают. Для того, чтобы скачать самому какой-нибудь деп пакет и его вручную установить, тоже есть специальные команды, я их покажу позже. Все обновление завершилось. Следующая команда, она позволяет удалить какой-нибудь установленный пакет. Она выглядит так. ap.t.remove и название пакета. Допустим, ap.t.remove.wine, она удалит пакет wine, который был уже установлен. Кстати, вы заметили то, что во время обновления пакетов у нас был запрос типа yes или no, и для того, чтобы у нас этого запроса не было, нам нужно ввести "-y". Вот. И если мы будем использовать ap.t.se "-y", то у нас никакого запроса не будет, если no. У нас автоматически на все запросы будет отвечаться yes. Очень удобная функция. Сейчас я покажу, как устанавливать .deb файлы, скаченные с интернета. В DMLS видим, что у нас есть Microsoft Edge Browser в виде .deb пакета, скаченные с интернета. Во-первых, нам нужно ввести такую команду chmod777 и название файла. Эта команда, она дает возможность запускать файл. Вообще, chmod это программа для управления правами доступа. То есть, chmod444 это только на чтение, chmod666 это на чтение и запись, а chmod777 еще дает возможность запуска. Ну и для папок это возможность их открытия. Далее, после того, как мы дали возможность запуска нашему файлу .deb, мы вводим dpkg-i, что расшифровывается как install, и имя пакета. И все, после того, как мы нажмем Enter, у нас начнется установка dp пакета. Также в интернете вам могут пропасться .bundle файлы. Вот, например, та же самая vmware. Она поставляется в виде .bundle файлы. Что делать, если мы видим вот такой вот файл? Мы опять же таки делаем chmod777 и имя .bundle файла для того, чтобы дать ему право от запуска. Вот, и после этого мы просто вводим .slash и имя файла. То есть, мы его просто запускаем как исполняемый файл. И все, нажимаем Enter, и у нас начинается установка. Ну все, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы увидеть еще больше интересных видео.